Книга «Открытым оком». Тема «Старообрядцы». Том 12. Вопрос 2658. «Что вы категорически не приемлете из современного повседневного обихода?» Отвечают старообрядцы. Цитата. Скажем, осуждается просмотр непотребных передач по телевидению, но запрета на пользование современной техники у нас нет. Новости или полезные передачи мы смотрим. Категорический запрет существует на секеру, продукты перегонки спирта. Горилка, водка осуждаются, а вино нет. Твердый запрет на табакокурение. Так исторически сложилось, начиная еще с 17 века. Эти привычки завезли на Русь восточные патриархи и лжепатриархи, которые были смещены со своих кафедр, но пригласивший их царь Алексей Михайлович об этом не знал. Между прочим, первым нелегальным торговцем табаком в Москве был извернутый из санной митрополиты Газы Паисий Лигарид. Нелегальным, потому что по тогдашним законам России за курение табака полагалась смертная казнь. Наши предки чувствовали, что это не только тяжелое пристрастие, вид наркомании, но и деталь языческого культа. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Нужно было бы сказать, что категорически неприемлемое изучение Библии, организация истины библейских кружков, всегда и везде запрет на живую проповедь от двери к двери, как делают по всему миру свидетели Иеговы. И не нужно убеждать кого-то, что это не запрещено в старообрячестве, запрещено намертво. И причины тут самые разные. То перевод Библии сделан неверно, то, цитата, кому-то надо, тот и без нас обратится. Лежало до нас тысячу лет и пусть и дальше лежит. Так говорят старообрядцы. 1 Царств 2.3 Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Пророкосия 4.6 Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Одно и то же часто повторяет, напоминает Бог в Писании живущим. Не шуточное дело, идем мы все же к краю, чтоб каждым днем мы становились лучше. Повторы в призывах, угрозах, обещаниях рассыпаны бесчетно на страницах. Дабы не тешились мы, трупы над мощами, в конце пути никто не осрамился. Одно и то же по тому же месту тысячелетия пророки повторяют, кричат, толкают, не дают присесть нам. Нас не спасут епископские тряпки. Нас сотворил Господь, и Он же умерщвляет. Черту подводит под деяния наши, как глубоко не вгрызлись бы корнями, но одинокому в предсмертие очень страшно. И потому пророки день и ночь врубаются к нам в дебри мглы и мрака, непослушание выметают прочь, пытаясь выжечь в нас грехи и беспорядки. Одно и то же, кто мы и какие, какими быть должны, обязаны бесспорно. Иначе непокорных Бог покинет и назовет отступником и вором. Не пропусти же сердце тех упреков, в которых Дух Святой сурово укоряет и чистит, как ребенка, едкой плеткой, когда доходим мы до ручки и до края. Обетование и ласки, как бы не нам, настолько недостойны мы Его щедрот великих. Налится стыд, раскаяние вина, боимся дерзостью, что хуже не накликать. Молитвы все всегда одни и те же, хотя бы говорил их не по книжке, но ощущение близости к Христу рождает свежесть. Слова, что выскажешь, так приземленно лишни. 8 апреля 2005 год. Игнатий Лапкин.